Добрый день! Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелом подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Красный Лиман и Калиновка. При обстрелах вооруженные силы Украины применяли 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 60 снарядов мин и гранат. Вооруженные силы Украины продолжают нести небоевые потери по причине чрезмерного употребления спиртных напитков. Так стало известно, что вчера, находясь на позиции в районе населенного пункта Лопаскино, военнослужащим 80-й отдельно десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения, празднуя так называемый День десантно-штурмовых войск Украины, нанес ножевые ранения трем военнослужащим своего подразделения, после чего скрылся. По итогам работы комплексной комиссии штаба АТО в 80-й отдельно штурмовой бригаде и ввиду крайне низкоморального психологического состояния среди военнослужащих, постоянными пьянками, самовольными оставлениями части и так далее, Генеральным штабом вооруженных сил Украины принято решение о проведении в ближайшее время ротации подразделений. Мы также продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь в подразделениях вооруженных сил Украины, находящихся в зоне так называемой АТО. Так, при осуществлении марша гусеничной техники из-за несоблюдения требований безопасности погиб один военнослужащий 54-й бригады и трое получили ранения. А в 58-й отдельно ботопехотной бригаде при неосторожном обращении с боеприпасами от разрыва гранаты погиб один военнослужащий. Оба факта традиционно тщательно скрываются от вышестоящего командования. В свою очередь, Народная милиция Луганской Народной Республики, несмотря на постоянные обстрелы украинских силовиков, не поддается на провокации вооруженных сил Украины и соблюдают взятые на себя обязательства. Наши действия направлены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае грубых нарушений с украинской стороны, взятых на себя обязательств, мы оставляем за собой право на ответные действия. Слушаю ваши вопросы. РИА Новости. Сейчас жители Луганской крайне обеспокоены наличием большого количества вооруженных людей в центре города. Вы можете как-то прокомментировать сложившуюся обстановку? Хочу успокоить граждан Луганской Народной Республики и заявить, что подразделения, соединения и воинские части Народной милиции Луганской Народной Республики выполняют мероприятия повсюду.